Проведение собрания Microsoft Teams В приложении Microsoft Teams собрание можно заранее запланировать с помощью календаря, либо же можно проводить мгновенно. Для проведения собрания желательно запланировать собрание. Для этого выбираем календарь. Указываем дату. Выберем понедельник, к примеру, 10 часов. И здесь необходимо ввести название собрания. Пусть это будет планерка. Указываем обязательных участников из числа сотрудников. Также можно указать, пригласить гостей. Есть возможность указать специалистов, которым не обязательно быть, но желательно. Далее можно уточнить дату, при желании изменить ее. По умолчанию он задает получасовое собрание. Соответственно, можно изменить время окончания. Пусть это будет полтора часа. И давайте укажем, что это собрание у нас проходит ежедневно. Каждый рабочий день, раз это планерка. Также здесь можно добавить канал, то есть тех сотрудников, которые объединены в один канал, чтобы они тоже присутствовали. Можно указать их, выбрав, соответственно, проведение комиссии. Здесь же можно указать место проведения. Пусть это будет какой-то кабинет. Тут 4. Далее здесь есть текстовое поле, в котором можно ввести некие сведения в этом собрании. В данном случае очень удобно прописать здесь повестку собрания. Следует отметить, что данное текстовое поле имеет панель редактирования, с помощью которого можно редактировать как текст, так абзац. Здесь же можно задавать списки, нумерованные, маркированные, вставлять ссылки, цитаты. И есть еще возможность вставить таблицу, отделить один текст от другого и также отменять код, либо повторить код. При планировании собрания можно воспользоваться параметром помощник по планированию, где указывается свободное время всех участников собрания. К примеру, если здесь поменять шестое на девятое и время указать 4 часа, когда у меня будет собрание, завет мой я знаю, то здесь вы видите, что данный участник недоступен. Вернем дату, которую мы наметили в первоначальную 6 апреля, 10 часов. И нажимаем кнопку «Отправить», чтобы оповестить всех участников данного собрания. Таким образом, мы запланировали собрание. Здесь следует добавить, что намеченное собрание также будет в публикациях указанного канала, который был приглашен на собрание, как вы видите здесь. Теперь, чтобы попасть на данное собрание, достаточно выбрать в календаре нужное собрание и присоединиться. Теперь рассмотрим, каким образом можно провести мгновенное собрание, то есть начать буквально сейчас. Для этого достаточно, находясь в публикации канала, это может быть общий канал, это может быть определенный канал, выбрать кнопку «Начать собрание», при необходимости добавить тему собрания, обсуждение, допустим. «Мероприятие». «Начать собрание». Здесь можно пригласить других участников. Для этого достаточно поле «Пригласить», набрать электронную почту сотрудника, либо же, если сотрудник занесен в базу, то достаточно набрать первые буквы электронной почты, и список появится снизу. Мы не будем это делать. В данном случае можно пригласить сотрудника, который является участником канала, Анна Малдакулову, но, к сожалению, она не на месте. Сейчас попробуем запросить участие. Я думаю, что вот идет дозвон и состояние, что Аймана Николаевна сейчас недоступна. Так, ну что ж, давайте дальше рассмотрим возможности. При проведении собрания, как вы видите, здесь можно отключить звук, также можно включить и отключить камеру, поделиться экраном, то есть, когда несколько сотрудников, и кто-то хочет продемонстрировать тот или иной документ, то он может поделиться своим экраном, и тогда этот экран будет доступен и виден всем, всем участникам данного собрания. Здесь есть еще дополнительные действия, где можно рассмотреть параметры устройства, такие, как микрофон и динамики, протестировать их, камеру точно так же. Далее, ну, показать заметки к собранию. У нас пока их нет. Так. Далее, развернуть на весь экран данное собрание. Следующее мы не будем рассматривать. Запуск видео с размытием, субтитры. Можно использовать панель набора. Где будут? Ну, обычно это используют для набора номера телефона. Так. И здесь хочется остановиться на, вот, команде, как начать запись. То есть, в данном случае, если мы нажмем, то данное наше собрание будет записываться, в последующем его можно просмотреть в стрим. Так. Далее. Здесь также есть свой чат, где можно в тексте набирать вопросы, заметки, комментарии. и это все будет видно всем участникам данного собрания. Так. Вот вкратце все возможности, которые можно проводить собрание и использовать. Так. Сейчас остановим видео. Так. И закончим наше собрание. Сразу же увидите собрание. След о проведении данного собрания отражается в публикациях. Давайте поставим оценку за качество звонка. Так. И как видите, здесь запись, которую мы записывали, она сохраняется в Microsoft Stream. Его можно просмотреть позже. Вот таким образом можно проводить собрание. Продолжение следует...